Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Мы озвучим Новый Завет с толкованием по трехтомнику, который у нас вышел. Вот, это три тома Блажанного Фафилакта и комментарии. Вот как оно выглядит. 852 страницы. Но сегодня еще у нас есть, можем даже выслать, кому продать. Номер 13. Евангелие от Иоанна 10.6.8 В сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им. Итак. Опять Иисус сказал им. Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Толкование Блаженного Фафилакта. Сие сказал не о пророках, как безумствуют манихеи. Они пользуются всем изречением для доказательства того, что Ветхий Завет не от Бога, и пророки не были посылаемы Богом. Вот, говорят, Господь сказал, что все, сколько не приходила суть воры и разбойники. Но он сказал это не о пророках, а о Февде и Иуде и прочих возмутителях. А что сказал о них, это видно из того, что прибавил овцы. Не послушали их. Ибо овцы не послушали этих возмутителей, а пророков послушали. И сколько не уверовало во Христа, все через них уверовали. Иначе овцы не послушали их. Сказал это в похвалу. Но нигде не видно, чтобы он хвалил тех, которые не слушали пророков. Напротив, он сильно осуждает и обличает их. Потом, обратив внимание на точность выражения, сколько не приходило, а не, говорит, сколько не было послано. Ибо пророки приходили потому, что были посланы. А лже-пророки, как и вышесказанные мятежники, приступали к развращению обольщаемых, тогда как никто их не посылал. Так и Бог говорит, я не посылал их, они бежали. Иеремия 23, 21. Иоанна 10, 9. Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Толкование. Кто мною дверью войдет, и приведется к Отцу, и станет его овцою, тот спасется. И не только спасется, но и получит великую неустрашимость, как и Господь и Владыка. Ибо это обозначает словами, и войдет, и выйдет. Так и апостолы смело входили и выходили предповелители, и выходили радостными и непобедимыми. Деяние 5, 41. И найдет пастбище, то есть обильную пищу. Иоанна 10, 10, 13. Расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не роди добовцах. Толкование. Так как приставшие к Февде и Иуде и прочим отступникам были убиты и погибли, то прибавил. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, называя ворами их и подобным им. А я, говорит, пришел для того, чтобы имели жизнь. Они убивали и погубляли своих последователей. А я пришел, чтобы жили и имели нечто большее, именно причастие Святого Духа, под чем нужно разуметь и Царство Небесное. Итак, во Христе все имеют жизнь, ибо все воскреснут и будут жить, а праведники получат и нечто большее, именно Царство Небесное. Потом ведет речь и о страданиях, и говорит, «Я жизнь, душу мою полагаю за овец», выражая сим, что он идет на страдания не по принуждению, а добровольно. «Когда взяли его, он сказал, «Если меня ищете, то оставьтесь их, пусть идут, чтобы исполнилось слово, что никто из них не погиб». Иоанна 18,8 и 17,2. Двенадцать. 17,12. «И при том тогда, когда иудеи пришли, на него хуже, чем волки на овец. Ибо пришли, сказано, с мечами и кольями, чтобы взять его». Лука 22,52. Под волком здесь можно разуметь и мысленного врага, которого Писание называют и львом, 1 Петра 5,8, и скорпионом, Лука 10,19, и змеем, Бытие 3,1, Псалом 90,13. Говорится, что он похищает овцу, когда пожирает кого-нибудь через худое дело, разгоняет, когда посредством злых помыслов смущает душу. Справедливо можно назвать его и вором, который обкрадывает через лукавые помыслы, убивает через соглашение с ними, погубляет через дело. Иногда приближается кому-нибудь... Тогда можно сказать, дьявол убивает его. Когда же человек на деле совершит зло, тогда он погибает. Может быть, и это означает слова, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Господь делает совсем иначе, чем этот вор. Он дает божественную жизнь, освящает и помыслы наши добрыми внушениями, и дела добрыми делами, дает и нечто преизбыточествующее. Именно то, что мы можем приносить и другим пользу под средством дара учительского, а также и Царство Небесное, как бы придавая нам некоторую лишнюю награду. Он подлинно добрый пастырь, а не наемник. Каковы начальники иудейские, которые не заботятся о народе, а имеют в виду только то, чтобы получить с него плату. Ибо они искали не пользу народу, а себе прибыли от народа. Иоанна 10, 14, 16 Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагает за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти. И они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь. Толкование. И отсюда ты можешь узнать различия между пастырем и наемником. Наемник не знает овец, что происходит от того, что он не надзирает за ним постоянно. Ибо если бы он постоянно смотрел, то знал бы их. А пастырь, каков Господь, знает своих овец, потому и печется об них, и не опять знает его, потому что пользуются его надзором, и по привычке узнают своего покровителя. Прежде он узнает нас, а потом уже мы его. И не иначе можно познать Бога, как быв познанными от Него. 1 Коринфянам 13.12 Ибо он прежде усвоился нам плоти, став человеком. Потом уже мы усвоились ему, получив дар обожения. Желая показать, что неверовавшие не достойны быть познанными от Бога, и не суть овца его, он сказал, «Я знаю моих, и мои знают меня». Как написано, «Познал Господь своих» 2 Тимофей 2.19 Часто повторяет, «Я жизнь мою полагаю за овец, для того, чтобы показать, что он не обманщик». Ибо выражения «Я свет», «Я жизнь» для несмысленных казались надменными, но слова «Я хочу умереть» не заключают никакого самохваления, а напротив, выражают великое попечение, так как он хочет предать себя за людей, которые бросали в него камнями. «Есть у меня и другие овцы». Это говорит об язычниках. Они не того двора, который под законом, ибо язычники не ограждаются законом. И тех надлежит мне привесть, ибо и эти в рассеянии, и те не имеют пастырей. И благоразумные, и способнейшие к вере из иудеев были без пастырей, следовательно, тем более язычники. «Мне надлежит собратья язычников и иудеев». Слово «надлежит» здесь означает не принуждение, а то, что непременно последует. «И будет одно стадо, и один пастырь». Во Христе Иисусе нет ни иудея, ни язычника. Галатам 2.38. «И никакого различия, ибо у всех один образ, одна печать крещения, один пастырь». «Слово Божье и Бог, пусть устыдятся манихеи, отвергающие ветхий завет, и услышат, что одно стадо и один пастырь, ибо один и тот же Бог ветхого и нового завета». Иоанна 10.17.21. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имея власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». Он от этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили, «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его». Другие говорили, «Это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым?» Толкование. Так как его называли чуждым отцу, обманщиком и губителем, а не спасителем душ, то настоящими словами он объявляет, «Я не губитель ваш, а готов за вас все претерпеть. Если вы же не по-другому чему, то потому, что Бог возлюбил вас столько, что и меня он любит за то, что я умираю за вас. Как же я буду обманывать вас, когда знаю, что вас Бог любит? Напротив, не лучше ли решусь умереть за вас, если не для иного чего, то для того, чтобы отец мой за это еще более возлюбил меня? Вы, говорит, жаждете моей крови, но знаете твердо, что без моей воли никто не может пролить ее. Так как они разделились и восстали друг против друга, то к чему еще было ему противоречить хульникам, когда при том он нисколько не будет иметь от них доверия? Иоанна 10, 22, 26. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме при творе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо, Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я в имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам». Толкование. Какое обновление было в Иерусалиме? Одни говорят, что обновление праздновали в тот день, в который был устроен храм Соломонов. Другие же говорят, не так, но что евангелист разумеет здесь обновление храма, созданного после возвращения из плена. Праздник этот был светлый и многолюдный, так как город после продолжительного плена получил в храме как бы собственное украшение. То день обновления храма считали днем радости. «На этот праздник прибыл и Иисус. Была зима, и после этой зимы в первый весенний месяц Господь пострадал. Посему евангелист заметил это время с целью показать, что время страдания было близко, и потому Господь прибыл в Иерусалим. Иудеи окружили Его, и, по-видимому, от некоторого усердия к Нему и желания узнать истину, просят сказать им, Христос ли Он. Но на самом деле вопрос их был праздный и злонамеренный. Ибо тогда, как дела Его доказывают, что Он Христос, они для убеждения требуют слов. Это крайне свойственно шалунам и насмешникам. Впрочем, вопрос их полный неблагодарности и притворства обнаруживает их развращение. Говорят, скажи нам прямо. Между тем, Он много раз говорил прямо, когда приходил на праздники и ничего не говорил тайно, называл самого себя Сыном Божиим и Светом, и путем, и дверью, и ссылался на свидетельство Моисея. Посему, уличая их в том, что они спрашивают со злым намерением, Господь отвечает им, Я многократно говорил вам, и вы не верите, ибо несомненно, что дела гораздо убедительнее, чем слова. Это высказывали и умереннейшие из них. Не может человек грешный творить такие чудеса. Иоанна 9,16 Вы, говорит, не веруете мне потому, что вы не из моих овец. Я, как добрый пастырь, со своей стороны исполнил все, что мне должно было сделать. Если же вы не следуете за Мною, то я не достоин звания... То не я. Ага, то не я. Кто интересный какой-то. Не достоин звания пастыря, но вы не достоин звания овец. Да коли стоит зима, то есть настоящая жизнь, которая всегда имеет смущение духов злобы, старайся ты праздновать обновление своего духовного храма, постоянно обновляясь и полагая восхождение в сердце своем. Псалом 23,6 Тогда придет к тебе Иисус и поможет совершить праздник обновления сего в притворе Соломоновом, охраняя тебя своим покровом и подавая тебе мир от страстей, ибо он сам будет Соломоном, что значит мирный. Итак, кто по выражению пророка в Псалом 91 подворяется в крови Христа, мирного, с тем сам Христос празднует обновление души его. Да коли продолжается зима, то есть настоящая жизнь, ибо будущий век подобен весне, тогда все живет и получит новое бытие, тогда никто не может обновить душу. Все такие дела окончатся с настоящим веком. Иоанна 10,27-30 Овцы мои, слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и Отец одно толкование. Потом, подстрекая их, сказывает и то, что получат идущие за ним. Конечно, такими словами он возбуждает их и внушает им ревность и желание следовать за ним, коль скоро он подает такие дары. Но спросит иной, как Господь сказал, что никто не похитит их из руки отца моего? Тогда как мы видим, что многие погибают, на это можно ответить, что похитить их из руки отца никто не может, а обольстить могут многие. Ибо насильно и самовластно никто не может отвлечь их от отца, Бога. А по обольщению мы каждый день запинаемся. Как же, говорит, овцы мои пойдут за мною, и они не погибнут? А между тем мы видим, что погиб Иуда, но он погиб потому, что не последовал за Иисусом и не пребыл до конца овцою. А Господь говорит об истинных своих последователей и овцах, что они не погибнут. Если же кто-нибудь отстанет от стада овец и перестанет следовать за пастырем, тот вскоре погибнет. Иуда был святым и овцою Бога, но отстал, а отпал именно по своему выбору и самовластью. Значит, зло или добро существует не по природе, но является и прекращается от свободного произволения. Иоанна 10, 31-36 Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. И Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями. Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы Боги, в Солом 81, 6. Если он назвал Богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я сын Божий. Толкование. Так как Господь сказал, что я и отец одно, разумеется, по власти и силе, и показал, что рука его и отца одна, то иудеи сочли это за богохульство и хотели побить его камнями, за то, что он делает себя равным Богу. Господь облечая их и показывая, что они не имеют никакой благословной причины к неистовству против Него, но дерятся напрасно, напоминают им о чудесах, какие он совершил, и говорит, я показал вам много добрых дел, за которые из них хотите побить меня камнями. Они отвечают, мы хотим побить тебя камнями за богохульство, за то, что ты делаешь себя Богом. Он не отрицает этого, не говорит, что я не делаю себя Богом, я не равен Отцу, но еще более утверждает их мнение. А что он Бог, доказывает это тем, что написано в законе. Законом же называют и книгу Давида, равно как и все Писание. Слова его имеют такой смысл. Если получившее обожжение по благодати суть Боги, Псалом 81.6, и это не поставляется им вину, то какая справедливость, когда вы осуждаете меня, который по естеству Бог, которого Отец осветил, то есть определил на заклании за мир. Ибо отделенное Богу называется святым. Очевидно, когда Отец осветил меня и определил на спасение мира, я не равен прочим Богам, но есть истинный Бог. Если же и те, которым было Слово Божие, то есть я, ибо я Слово Божие, и я, вселившись в них, даровал им сыноположение, если они суть Боги, то тем более я могу без всякой вины называть себя Богом, я, который по естеству своему Бог и прочим дарую обожение, да постыдятся сих слов Ариане и Несториане. Ибо Христос есть Сын Божий, и Бог по существу и естеству, а не тварь, и дает обожение прочим, которым было Слово Божие. Они обожаются сам по благодати. Очевидно, Он настоящими словами отличает себя от обожаемых по благодати и показывает, что обожение даровал им Он, будучи Слово Божие, и вселившись в них. Ибо это обозначается словами, которым было Слово Божие, с которыми было, в которых обитало. Как же я богохульствую, когда называю себя Сыном Божиим? Ибо хотя я ношу плоть и происхожу от потомства Давидова, но вы не знаете тайны и того, что плотское естество человеческое не иначе могло принять беседу с Богом, как только если он явится ему во плоти, как бы под завесою. Комментарий Игнатия Лапкина. Желая что-нибудь более усилить, сделать более ценным для слушателей, Господь прибегает к сравнениям с самим собою, олицетворяя предмет или событие. Иногда это сказано, как бы мимоходом. Однажды, на сравнении себя и названии себя Словом Божиим, события, выдающиеся, пришедшие из рая, встречающиеся во все семь с половиной тысяч лет истории человечества. Слова так, говорит Господь, слушайте слово Господне. Были, как эпиграф, некий позывной сигнал, оставить все дела, споры и недоверие, внимать глаголы, исходящие от вечного Бога. Исайя 1, 2. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Отвергающий Слово Божие отвергается самого Бога. О, пастори, что вы наделали? Уйдя от Библии, вечного откровения вечного Бога, все, что есть на земле, со всеми божественными и богослужебными книгами, со всеми храмами и кадилами не стоит одной буквы Библии. Все звезды и все галактики не стоят одной буквы Священного Писания. Второзаконие 32, 1. «Внимай небо, я буду говорить, и слушай земля слова уст моих». Христос говорит, «Я Слово Божие». Матфея 24, 35. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Марка 13, 31. «Небо и земля прийдут, но слова мои не придут». Лука 21, 33. «Небо и земля прийдут, но слова мои не прийдут». Целые тысячелетия кромсали и уродовали все, что исходит из Библии. И, наконец, полностью забыли о ней. Страшно читать историю русской Библии. Всего лишь в 1876 году Библия была переведена на русский язык. Были люди, понимавшие важность Библии. Профессор Павский, преподаватель Духовной Академии, знающий древнееврейский язык, перевел почти полностью Ветхий Завет и размножил их самостоятельно, налитографировал 500 экземпляров своего чудного труда и раздал студентам Духовной Академии. Дальше. Чтобы они могли понимать смысл Библии. Главное, Духовной Академии, перевед, они не понимали смысла, про семинарию говорить не надо, простых. Но церковное начальство Русской Православной Церкви узнало про этот криминал Павского и был дан приказ немедленно сделать розыск, найти все эти экземпляры и сжечь. Они были сожжены, а на самого профессора наложено строгое взыскание как на врага. Даже царь, даже митрополиты, понимавшие важность Библии, ничего не могли сделать, чтобы издать ее на русском языке. Люди убивали Христа и думали, что тем служит Христу. Иоанна 1.1 Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Христос говорит, Я Слово Божие. Когда мы говорим Библия, мы всегда должны представлять уста Христа, произносящие эти библейские слова. Притча 28.9 Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Христос говорит, Я Слово Божие. Иоанна 10.37.38 Если я не творю дел отца моего, не верьте мне, а если творю, то когда не верите мне, верьте моим делам, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем. Толкование. Равенство по существу вы не можете познать, потому что познать существо Божие невозможно, но равенство и тождество дел примите за доказательство тождества силы, ибо дела будут для вас свидетельство о моем божестве. И вы узнаете и поверите, что я не иное что, как Отец, ибо пребывая с сыном и отличаясь лицом, я имею одно и то же существо, равно как и Отец, пребывая отцом и отличаясь лицом, есть не иное что, как сын, разумеется, по существу естеству. Хотя мы и различаемся лицами, но лица неразлучны и нераздельны, а Отец и Сын пребывают один в другом неслитно. У нас Отец существует отдельно от Сына, хотя и одно по природе, но в лицах Божеских не так, как у нас, а они пребывают одно в другом неслитно. Посему нас и говорится три человека, ибо мы раздельные лица, а не составляем собственно одно, а о Святой Троице говорится един Бог, а не три, потому что лица неслитно сопребывают одно с другим, прибавь ему тождество в воле и хотение. Иоанна 10, 39, 42 Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем было истинно, и многие там уверовали в него. Толкование и ищут схватить Господа, не перенося его высокого свидетельства о самом себе, ибо они не терпели превосходного его благословия, но он удаляется, уступая гневу их и устроя их так, чтобы через его удаление страсть гнева их утихла. Не без цели он удалился сюда, но с тем, чтобы многим напомнить о том, что там произошло, и что Иоанн говорил о нем, что пребывание его здесь многим привнесло пользу. Это видно из того, что евангелист прибавляет, и многие пришли к нему, и вспомнив об этом месте говорили, Иоанн никого, никакого чуда не сотворил. Слова их имеют такое значение, если мы верили тому Иоанну, хотя он не сотворил нищего какого чуда, то гораздо более должно веровать этому Иисусу, так как он совершил столько чудес. Посему-то Иисус часто выводит народ в пустынные места и удаляет его от сообщества злых людей, чтобы больше могло быть плода. Так, сделал он и в Ветхом завете, вывел из Египта и в пустыне образовал и устроил народ, дав ему закон. Иоанна 11, 1, 3. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь, был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь болен. Толкование. Один только Иоанн рассказывает эту историю. Рассказывает же для того, чтобы научить нас не соблазняться, если какая-нибудь болезнь постигнет людей усердных и боголюбезных. Ибо Лазарь был друг Христов, однако же и он был болен. Нужно знать и то, что сия Мария, помазавшая Господа миром, не было ни блудница, упоминаемая у евангелиста Луки 7.37.50, ни женщина, упоминаемая евангелистом Матфея 26.7, но иная, не блудница, но честная, боголюбезная и усердная. Ибо она заботилась о принятии Христа и служила Ему, как и сам Иоанн потом в 12.2 свидетельствует. Господь о ней же свидетельствует, что она избрала благую часть, как замечает евангелист Лука 10.42. Сестры сии были так чудны, так чудны и достопочтенны, что и Лазарь сделался известным более из-за них. Ибо Лазарь, сказано, был из Вифании, из селения Марии Марфы. Почему же они посылают звать Иисуса, а не идут к Нему сами, подобно сотнику и цареву мужу? Потому что они крепко надеялись на Христа, потому что они были слабые женщины, и неприлично было им выходить из дома, потому что и они одержимы были скорбью, и заняты были заботой около брата. А что они сделали так не по небрежению, это оказывается из последующего. Ибо они оказывают Христу великую честь и уважение, и приносят твердую молитву. Вот кого ты любишь, говорят так для того, чтобы именем дружбы, вернее преклонить Господа к состраданию. Такое выражение сих жен обнаруживает и некоторую веру их. Они так уверены в величии силы Господней, что для них удивительно, как болезнь коснулась человека любимого им. Все. Шея моя шея. Так, нога.